Ребята, всем привет! Сегодня у нас новое место. Две камеры пробуем, тестируем. Свет, блин, в глаза немножко неудобно, но ничего, попробуем с этим как-то справиться. Итак, сегодня у нас будет четвертая заточка ножа. Я тут подготовил два ножичка. Один у нас будет Victorinox. Обычный маленький ножичек. Твердость у него небольшая, тут, наверное, около 50. 55 единиц, не думаю, что больше, если честно. Ну, быстренько его подзаточим и затем прыгнем на другой нож, на мак. Ну, простой мак-шерф. Мак-шерф называется. 200, по-моему, миллиметров или 208 миллиметров длина у него. Но об этом позже. Давайте сначала справимся с одним ножом, а потом с другим. На днях я ожидаю несколько ножей от клиента. То бишь, завтра мы договорились с человеком встретиться. И завтра он передаст мне ножи. И будем задачивать также ионы и ножи. Сделал отдельное видео. Не знаю, что у него там за ножи. Как-то давно я точил, но уже, честно говоря, не припомню. Ну, вот. Так, ну что, у нас тут квасик. Перед началом работы нашел эту старую лупу у себя. Не знаю. Честно говоря, увеличивает она. Не очень. Я ожидал ее немножечко побольше от нее. Ну, да ладно. Лучше хоть какая-то лупа, чем совсем ничего. И также у нас идет... Что у нас идет? У нас идет угломер. Я посмотрел, он уже в Норвегии, значит. Может быть, через неделю. В течение следующей недели я надеюсь, что он уже придет. Так, что у нас? Угол здесь стоит как для обычных кухонных ножей. То есть, я пока что ориентируюсь по этим меткам, которые стоят здесь. Так как угломер у меня еще в пути. И, кстати, заказал я еще пару угломеров сверху. Тоже разных брендов. Хочу посмотреть разницу. Их разница вообще, как они работают тогда. Так что будет небольшой... В ближайшем будущем будет небольшой обзор по угломерам. Честно говоря, я не думаю, что они там сильно чем-то отличаются. Ну, итак, причина у нас тут полмиллиметра. В обухе у нас 1,1 примерно, 1,2 миллиметра. И сегодня я буду точить на алмазных камня. Честно говоря, у меня еще не дошли руки до... Я их решил немножко оставить на потом, скажем так. Ставим на номер 320, китайский камушек. А, кстати, мы не отрегулировали. Вот-вот-вот-вот-вот. Я уже тут чему-то научился. Сначала нужно фиксировать толщину бруска. Фиксировали. После чего мы будем точить уже. Все. И последующие бруски нам тоже нужно их туда фиксировать, чтобы не менялся у нас угол при заточке. Все, и поехали. Нож Виктория Нольс в угол стоит, как для кухонного ножа. Ориентируюсь я вот по этому. По этой шкале. Нож немного... Стол немножечко нестабильный. Такой легенький, гуляет слегка. Здесь не сильно это отразится на заточке. Да, нож этот мой личный. Домашний нож. Используется для каких-то маленьких разрезов, располовинения и так далее. В общем, стоит он копейки, сущий буквально, наверное, 50-60 крон. 5-6 евро. Не думаю, что больше. Найти его можно практически в любом кухонномагазине. Кстати, хорошая, наверное, идея, может быть, тоже стоит закупить этих ножей. Так как они очень дешевые, может быть, люди на них обратят внимание, потому что знают, что да, вроде неплохая сталь, работает, да, конечно, долго не держит за дочку, но работает. Все, заусенец уже есть. Говорит, тут не о чем переворачиваем, но в другую сторону. И идем на другую сторону. Не думаю, что заточка займет много времени. Алмазы работают довольно быстро. По-китайски, но пока они еще не повылетали, работают они неплохо, ребята. Но вопрос долговечности с этими продуктами, потому что после, может быть, 5-6-7 заточек, я думаю, что уже там от ваших алмазов ничего не останется, они все вылетают, и вам придется покупать уже новые продукты. То есть в финансовом плане их покупать нецелесообразно. Так, для экспериментов там поводиться чуть-чуть, если вы редко точите, то, возможно, да, это вам подойдет. Ну, если вы хотите, скажем так, профессиональный или же сервис оказываете людям, получать без этого деньги какие-то, то вам уже, конечно, нужны нормальные продукты. Так, все, зусенец есть. Вам нужны будут нормальные продукты, которые держатся довольно долго. Качественные продукты, назовем так. Так, давайте прыгнем теперь на 600-й. Тоже немножечко вносятся. Так, мы здесь все уберем. Вот так вот. Все, опять перелачим на другую сторону. Кстати, надо толщиной здесь тоже. Так как мы ставим другой камень, нам нужно намерить толщину и здесь. Ну, так как они вроде как идентичны. Да, они идентичны. Толщина остается одинаковая. Так, ну что, номер 600. Китайские камушки. Сотем поменялся звук. Очень грубый звук, скажу его. Ну, и вот, ребята, сейчас у нас 600-й камушек. Доточили мы до зусенца. И теперь переворачиваем в сторону. Итак, камень номер 2000. Это уже финишный камушек. Заканчиваем в зубыточках нашего Викторинопса. Одна сторона и другая. Снимаем зажимы. Сразу же хотелось бы, наверное, проверить на волосах. Потому что это, как мне кажется, самый верный способ. Узнать, острый же нож или нет. Да, волосы летят, ребята. Волосы, причем, летят неплохо. Ну, на камеру вам будет, наверное, не видно. Но, поверьте мне, волосы летят. Это говорит о том, что нож заточен хорошо. Это бишь, нож острый. Вот, посмотрите. Да, заходит он. Прям идет хорошо, идеально. А главное, ровно. Ну, здорово. В общем, я остался доволен. Машинка, конечно, наполняет свою работу очень хорошо. Тут у нас Викторинок с обычной SwissMate, который прошел крещение на Cadet.